Всем привет геймерам и любителям мобильных игр. Сегодня у нас на разборе игр, в которые любят играть наши телешкольники. Моя любимая игра носит название Farm Jam или же веселая ферма. В этой игре вам предстоит выращивать разнообразные культуры, сеять поля, также разводить животных и совершенствовать свой расцветающий бизнес. Игра в жанре симулятора, где вы становитесь владельцем собственной фермы. У этой игры есть большой плюс. Эта игра работает так и с интернетом, так и без. Эта игра развивает мышление, внимание, а также бдительность. В этой игре вы получаете звезды за различные головоломки, а также вы за них покупаете растительность. Если вдруг у вас что-то не получается, то игра обязательно укажет на ошибки. Но прохождение этой игры вас не затруднит. И наша любимая игра... Роблокс! Роблокс это игровая уландплатформа, позволяющая любому пользователю создавать свои игры и играть в игры других пользователей, охватывающую широкий спектр жанров. Игра называется пигги. Сразу говорю, это хурор. Если вы игрок, то вам нужно искать предметы, например, зеленый ключ, и искать подходящую дверь с зеленым замком. Главное не попасться свинке и открыть главную дверь, через которую вы все сможете сбежать. Если же вы оказались свинкой, то вам нужно убить всех игроков за данное время, то есть 9 минут. Если же игроки успели открыть главную дверь и сбежали, то вы проиграли. В нее стоит поиграть, потому что здесь очень много головоломок, которые развивают ваш мозг. У вас повысится адреналин, что приведет к разгону крови. На август 2022 года Роблокс набрал более 164 миллионов пользователей, которые в общей сумме наиграли более 107 миллиардов часов. Я советую поиграть в эту игру, потому что она очень веселая и интересная. Каждый игрок сможет найти свою игру на свой вкус и настроение, ведь в ней очень много классных режимов, например, как акарды, казуальные игры, гонки, стратегии, экономические стратегии, хорроры и шутеры. И каждый может пополнять этот список. CSGO — это бесплатная онлайн-игра, в которой ты либо спецназовец, либо террорист. Задача террориста — поставить на так называемые планты бомбу, а задача спецназа — обезвредить бомбу, даже если ее поставили террористы. Там есть интересные режимы, например, бой на смерть. Это такой режим, когда ты должен выжить и уничтожить своих врагов. Но даже если ты или враги умирают, они моментально воскрешаются. Задача — убить как можно больше врагов и меньше всего умереть самому. Стоит играть в CS2, потому что вы прокачиваете свою реакцию, несандартное мышление и вы принимаете несандартное решение. Моя игра, на которую я делаю обзор, — это Dark Deception, или в переводе на русский «Темный обман». В этой игре вы играете за человека, который проходит всякие уровни. На первом уровне вас будут преследовать кровожадные обезьяны, на втором — школьница с длинными руками, на третьем — пираты и на четвертом утки, и так далее. На локациях, по которым придется бегать, будут разбросаны кристаллы. Это частички душ тех людей, которые не смогли пройти этот уровень. Вы должны собрать их все, чтобы покинуть эту локацию. Когда вы соберете все кристаллы, монстры начнут бегать куда быстрее, и вам нужно будет успеть до того, как вы умрете, сбежать из уровня. Жанр этой игры — криминальная драма. Стоит в эту игру поиграть, потому что она вызовет незабываемые эмоции при победе в уровне, когда вы уже пару часов в бесконечных бегах, собирая кристаллы. Моя игра называется Fluffy Fly, или по-другому — плюшки. В этой игре вам предстоит проходить большое количество преград, ускальзывать от огня и проскальзывать через лед. За каждый пройденный уровень вам дадут монетки. За эти монетки вы можете покупать много героев. Жанр этой игры — экшн-аркада. И даст расслабиться даже взрослым. Ну а на этом все. Пишите в комментарии, какие бы обзоры вы хотели еще от нас увидеть. Подписывайтесь на наш канал и будьте с Телешко на связи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!